Так, представляете, друзья, села я снимать тег, настроила камеру и захотела ее повернуть в сторону, и отломилась ручка на штативе. Ох, просто улет. Так, мы сегодня на фоне моего рабочего стола, я решила вот так вот. Сегодня я тут со шпаргалкой. Так, бра-бра-бра. Всем привет, приветствую вас на своем канале, меня зовут Елена. И сегодня я снимаю тег о ютубе совместно с другими блогерами. С другими каналами. Ссылочку на всех, кто участвует, я оставлю под видео. И представляете, села снимать, стала регулировать штатив и отломилась ручка. Чудо просто, еще года нет штативу, он у меня в плачевном состоянии, хотя я очень бережно отношусь к таким вещам. И у меня тут шпаргалка, тег состоит из 16 вопросов. Но прежде чем начать отвечать, хочу сказать, что в этом году моему каналу исполнился год. 8 июля 2016 года у меня было выложено первое видео. И оно набрало довольно хорошее количество просмотров. Ну, немного, но для меня это колоссальное число. И на данный момент у меня не так много подписчиков, но я всем очень благодарна, что вы на меня подписываетесь. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и ставьте пальчики вверх. И я безумно всем благодарна, что вы меня смотрите, оставляете комментарии. Для меня это очень много значит, потому что когда ты что-то делаешь, тебе это нравится, и другие люди это оценивают, это очень ценно. Именно вот в плане эмоций каких-то, да. То есть, в общем, я вас всех очень люблю и всех очень ценю. Спасибо, что вы цените меня. Вот, в общем, давайте лирику пройдем и перейдем уже к непосредственным вопросам. Я буду подсматривать, потому что память у меня девичья. Итак, первый вопрос. Сколько подписчиков на твоем канале на момент съемки этого видео? На моем канале сейчас 240 подписчиков. Второй вопрос. Говоришь Ютьюб или Ютуб? Ютуб. Всегда Ютуб. Потому что у меня кривой английский, несмотря на то, что я его учила во всех учебных заведениях, где училась, ну, не судьба у меня к языкам, просто нет никакой расположенности, поэтому Ютуб. И еще, наверное, потому что мы все-таки в России, а не в Америке. И почему я должна говорить в какой-то степени, там, произносить с правильным произношением, если я в России. Короче, Ютуб. Всегда Ютуб. И пишу Ютуб, и говорю Ютуб. Третий вопрос. На самом деле, я как раз таки, ну, если считать, что каналу год, то до этого, где-то в течение двух лет, я как раз таки планировала это. Я долго собиралась с мыслями, думала на какую тему, все как-то вдохновлялось другими видео других блогеров, чтобы, наконец-то, собраться с силами и начать. Так что да, я это планировала и могла вполне себе это представить. И на самом деле, вот сейчас, спустя год, я думаю, блин, почему я не начала раньше? То есть, я много чего упустила своими вот этими, ну, своей неуверенностью, как мне тогда казалось, неготовностью. Все время искала какие-то отговорки, типа, а на что я буду снимать? А у меня плохой звук, а у меня фона нету. Ну, в общем, если задумали, начинайте. И, в принципе, я вот это планировала очень долго. Четвертый вопрос. Первый видеоблогер, о котором ты узнала? Ну, собственно, я уже об этом говорила в своем видео «Вопрос-ответ». Первый видеоблогер, вообще, о котором я узнала, в принципе, и начала его смотреть, это Ирина Соковых. И именно она, именно ее видео сподвигли меня к открытию своего канала. Вот, то есть, я практически, как сказать, я... Ну, уже тоже об этом говорила. Я переезжала из одной квартиры в другую. Та квартира, где я жила, она была довольно маленькая, однокомнатная. Та, в которой я прописана, она трехкомнатная. И когда я вернулась в свою квартиру, где я прописана, я поняла, что у меня очень-очень много вещей, которые мне не нужны. Вот. И я начала интересоваться темой расхламления. И первый канал, который выскочил в поисковике, это был канал Ирины Соковых. И я начала ее смотреть, и мне... У меня очень, как бы, располагает к себе ее харизма. Мне нравится этот человек. И когда мы познакомились с ней лично на встрече блогеров, мое мнение о ней не изменилось. Ну, это я уже перешла в другую тему, вообще в другой тег. Так что, давайте продолжим дальше. То есть, ну, она была для меня первым видеоблогером, с которого я начала смотреть вообще YouTube, с которого я втянулась в это пространство. И с нее начался мой YouTube, мой канал. Она меня на это сподвигла. Так, пятый вопрос. Сколько часов тратишь на съемку? На самом деле, времени уходит где-то от пяти минут до нескольких дней. Все зависит от того, какое видео снимается, на какую тему. Если это влог, то он снимается несколько дней. Влоги каждый день я не снимаю. У меня не настолько насыщенная жизнь. Но она, в принципе, интересная. У меня больше сейчас стало постановочных видео. И очень много видео по запросам. Поэтому все зависит от темы. То есть, иногда мне нужно... Допустим, я сбегала в FixPrice, да, там прибежала и снимаю обзор быстренько, пока покупки вот они перед глазами. И на это может уйти пять минут. А иногда там что-то снимается очень долго. Ну, в общем, в среднем от пяти минут до нескольких дней. То есть, все зависит от темы видео. Шестой вопрос. Сколько часов тратишь на монтаж? Тут следующий вопрос, тоже интересный. Как бы их можно было объединить. Ну, ладно. Скажем так, что в среднем, на данный момент, в среднем у меня где-то часа три на это уходит. То есть, как у меня получается. Загрузить видео в видеоредактор. Это... на это уходит время. То есть, если видео очень большое, допустим, на сорок минут, да, там... Либо, если это влог, а я снимала его кусками, то это несколько маленьких видео. И в сумме они, там, допустим, получаются на, там... Ну, допустим, 30 минут. На 30 минут эти 30 минут грузятся примерно где-то минут 10-15, загружаются в саму программу. А потом мне нужно все ролики просмотреть. То есть, если это ролики, там, 30 минут, 5 минут, 15 минут, мне все их нужно просмотреть, чтобы понять, какой момент мне не нравится и что нужно вырезать. А потом, повторно просматривая, я уже вырезаю эти самые моменты. Вот. И в конце уже какие-то нюансы, там, какие-то эффекты, переходы, если это нужно. Если нужно, накладывается музыка, но я редко использую музыку. И все. И рендеринг финальный, он, как правило, тоже занимает достаточно много времени. Потому что, если видео сложилось, там, из 30 минут в 5 минут, оно рендерится, там, где-то 20-30 минут. Ну, все зависит от размера видео, в общем-то. От этого и время. Ну, и то, что мне нужно дважды просматривать все ролики, чтобы понять, что там лишнее. Ну, так делаю я. В среднем, где-то, получается, 3 часа. Ну, вот, если видели, у меня есть видео, парад трамваев, вся съемка, вся поездка заняла 2,5 часа. То вот это видео я монтировала чуть больше. Я его монтировала где-то около 6 часов, потому что мне нужно было дважды просмотреть все это видео. И там, конечно, была накладка, потому что оно не сохранилось. Мне пришлось его заново монтировать, но это не важно. В общем, бывает и такое. Ну, в среднем, где-то 3 часа занимает. Так, седьмой вопрос. В какой программе монтируешь? Изначально я монтировала в Adobe Premiere Pro. Я работала уже до этого в этой программе. Она мне безумно нравится. Но так как мой компьютер сейчас недееспособен, потому что в нем полетел системный диск, вот, и представляете, он уже почти год недееспособен. Я уже почти год пользуюсь чужим компьютером. Вот, и в общем-то поэтому я вынуждена пользоваться мамином компьютером. И на мамином компьютере Adobe Premiere Pro не устанавливается, поскольку у нее 32-битная система, а у меня 64-битная система. Вот, и на ее компьютер это не устанавливается, программа, поэтому мне приходится работать в Windows Live Movie, как-то там. В общем, программка от Windows. Она, конечно, не самая лучшая, потому что невозможно монтировать отдельно звук от видео, то есть это все вместе монтируется. То есть, конечно, она очень простая, но в ней тоже можно сделать интересные эффекты. Ну, хотя самые стандартные. Но я уже на пути к тому, чтобы реанимировать мой ноутбук и снова монтировать в Adobe Premiere Pro, потому что программа очень хорошая, и она подходит как начинающему, так и продвинутому видеоредактору, видеомонтажеру. Короче, видеооператору, как это сказать. В общем, как начинающему любителю, так и профессионалу. И она довольно доступная, ее можно использовать на русском, на английском языке. Ну, в общем, ладно, я уже рекламирую. На самом деле, очень хорошая программка. Сейчас монтирую Windows Live, но вообще изначально в Adobe Premiere Pro. Восьмое. Смотришь ли зарубежных видеоблогеров? Если они говорят на русском, да. Вообще, у меня достаточно много... Момент. Алиса! Чуть камера у меня не повалила. Вообще, у меня достаточно много видеоблогеров. Ну, как достаточно много? Ну, где-то, наверное, 10-15, которые либо живут в другой стране, но они русскоязычные. Либо они живут, родились, живут там или работают в другой стране, но при этом они знают несколько языков, и один из них русский. Вот. Иностранные каналы. В принципе, у меня есть два таких... Даже не два, наверное, где-то каналов пять иностранных, на которых нету русского языка, но эти каналы с DIY-ами, и там, в принципе, мне русский язык не нужен, там и так все понятно. Это связано непосредственно с моим хобби, поэтому там мне не нужно, чтобы, ну, как бы, говорили. Вот. А так, в принципе, да. Девятое. Последнее видео, которое ты смотрела. Это было буквально где-то час назад. Я смотрела про FV4202 у Дезертода. Ну, те, кто знают, то знают. Кто не знает, это... Ну, он не видеоблогер, он делает обзоры на игры. Вот. И меня в данном случае интересуют только танки, поэтому я смотрела его новое видео по FV4202. Точно не помню, как называется, но это последнее видео, крайнее видео из новых на его канале. Ссылку на него оставлять не буду, он довольно популярный, поэтому зачем ему лишняя реклама от меня? Десятый вопрос. Какой любимый и нелюбимый формат видео? Я уже тоже как-то говорила в вопросах-ответах, что я не люблю детские видео. Я не приветствую детские каналы и аналогично видео, на которых есть дети. Потому что я уже объясняла свою политику на этот счет. Это незаконно. И мое такое же мнение, что это незаконно и это не нужно. Вот. И еще мне не нравится, типа, как это называется, летсплеи, но только на определенные темы. То есть, как я уже тоже сказала в предыдущем вопросе, я интересуюсь исключительно танками. Поэтому обзоры игр других, там, дота, еще какая-то, ну, всякие другие игры какие-то, они меня вообще не интересуют, только танки. Поэтому обзоры игр, какие-то летсплеи, детская тематика, политические каналы я тоже не смотрю. Мне не нравится, как это называется, где, ну, типа скетчей, в общем, где розыгрыши снимают такие, ну, как это называется. Так, шуточные видео, приколы какие-то, вот это я не очень люблю, где, ну, как бы это постановочное, постановочный юмор какой-то. Это я не очень люблю. Что еще? Челленджи я не очень люблю, когда вот, ну, каналы между собой какие-то челленджи снимают. Немножко это, ну, не то. Как-то это вот неинтересно выглядит. Ну, не у всех, конечно, одинаково, но в основном это неинтересно для меня. Что еще? Вообще, достаточно много форматов, которые я не люблю. Ну, сейчас что-то больше в голову ничего не приходит. И любимый формат видео, ну, это влоги, конечно же. Вот. Это обзоры покупок какие-то интересные, может быть, из необычных магазинов. То есть, ну, обычно что? Фикс прайс, там, магнит, пятерочка, ашан, лента, что еще? Икея, да. То есть, все это знают. А есть такие магазины, которых, например, у нас в России нету. Или у нас в Москве нету таких магазинов. Вот мне интересно обзоры покупок из каких-то таких вот магазинов. Также мне интересно обзоры пустых баночек. Ну, как бы не всегда. Иногда что-то цепляет, иногда нет. Также интересно обзоры каких-то, как сказать, когда люди, блогеры, пробуют какие-то уходовые средства и потом рассказывают свои впечатления. При этом неважно, как бы купили они эти средства или их прислали им на обзор. Бесплатно там или как. В принципе, это особо не имеет смысла. Ну и что еще? Какие-то тематические видео, то есть, связанные непосредственно с интересами моими. Либо с моим хобби, либо с моими увлечениями. То есть, ну, думаю, что, в принципе, понятно. Вот. Ну и, естественно, моих друзей, моих любимчиков я всегда смотрю. Всегда. Неважно, что у них за видео вышло, даже если оно с детской тематикой или с обзорами каких-то игрушек или каких-то игр. я все равно посмотрю и, бывает, даже оставлю комментарий. Так. Одиннадцатый вопрос. Лайк или дизлайк? И твое отношение к хейтерам? Ой, знаете, у меня есть большое видео на тему хейтеров. И мне казалось, что я тем самым уже поставила на этом точку. Но так. Скажу так. С точки зрения меня, вот лично для меня, конечно, лучше лайк. Потому что это всегда приятно. И тем самым, как бы, появляется чувство, что людям нравится, что они смотрят. то они, как бы, ну, это как отдача какая-то. Если ставят дизлайк, я, конечно, переживаю. Ну, сейчас уже нет, не так переживаю, как до годовщины. Я переживала сильно. Сейчас уже не переживаю за дизлайки. Но, например, бывают такие случаи. Вот буквально пару дней назад выкладывала видео, и я еще сама не успела его. То есть, знаете, когда выкладываешь видео, там еще нужно в конце сделать кнопочку подписка, там добавить какие-то ссылки на другие видео. И вот пока я этим занималась, это заняло у меня где-то, ну, минуту. Само видео, допустим, там на 8 минут. И я его только что добавила, я еще не успела вообще ничего сделать, а ему уже поставили дизлайк. То есть, скорее всего, вероятнее всего, это делают люди, которые даже не смотрят видео. Просто они меня недолюбливают, поэтому, о, вышло новое видео, сразу дизлайк, не глядя вообще. Вот. Ну, к таким я уже никак не отношусь. Пожалуйста. Но, вот, с точки зрения популярности канала, мне вообще параллельно дизлайк или лайк. Потому что, что бы вы ни поставили, это поднимает меня в ротации. Так что ставьте, ну, лучше лайки. Ну, если хотите, можно и дизлайк. Ну, и, соответственно, отношение к хейтерам. После вот того моего большого видео по этому поводу, я уже никак не отношусь. На самом деле, я нормально отношусь к этому. Ну, как нормально? Да, понимаете меня на них. Ваше мнение вообще никак на мне не отражается. И кто вы вообще такие, чтобы мне там что-то говорить, что у вас что-то мне не нравится? Не нравится, не смотрите. Самый простой совет. Так что никак не отношусь. Двенадцатый вопрос. Самое любимое собственное видео. Это сложно, потому что у меня, в принципе, все видео любимые. Иначе бы я их не выпустила в свет. Есть, конечно, самые любимые. Вот самые-самые, которым я сама ставила лайки. И если вы пройдете в мои плейлисты и зайдете в плейлист понравившийся, там где-то есть мое видео. Даже их, наверное, штучек пять или шесть, которые вот особенные. И, по-моему, даже одно из последних там есть. Ну, я названия не могу запомнить. У меня их больше двух сотен, этих видео. И все названия запоминают. Есть любимые. Ну, как? Все они любимые, но есть несколько особенных, которые у меня в понравившемся. Так. Тринадцатый вопрос. Откуда берешь идеи для видео? Ну, в основном отсюда. Но есть, как бы, запросы от подписчиков. То есть, там, расскажи про то, расскажи про это. Вот. И также, например, если у меня кризис, то есть, обычно я, ну, я уже, по-моему, об этом упоминала, обычно я снимаю видео, в этот же день монтирую, в этот же день выкладываю. Либо накануне. То есть, там, снимаю, монтирую и на следующий день выкладываю. Зависит от того, сколько времени на это все потратится. Вот. И что я хотела сказать? Откуда берешь идея? Да. Иногда видео, ну, допустим, у меня есть много вот таких, ну, несколько отснятых видео. Я их просто монтирую, выкладываю, монтирую, выкладываю. А есть такие моменты, когда я уже все отснятое заранее. То есть, например, вот я на лето уезжала, да, и у меня не было возможности выкладывать летние видео. Поэтому сейчас я приехала, и у меня есть идея. На сентябрь я уже какую-то часть видео отсняла и уже выложила. И также параллельно я выкладываю видео, которые снимала летом. И сейчас уже, как бы, ну, у меня сейчас уже много задумок на следующий месяц, какие видео снимать. Но, например, если у меня уже выложены все старые видео, и я уже отсняла все, что хотела в сентябре, и уже выложила, и у меня какой-то кризис. То есть, что снимать, у меня нет видео, надо что-то снимать. И такие моменты бывают, что я просто посмотрю тот же YouTube, какие-то видео других блогеров, и у меня возникают идеи. Но это бывает очень редко. То есть, ну, из всех видео, которые у меня есть, наверное, может быть, 3 или 4 видео, снятые именно с идеи из YouTube. Но не напрямую прям вот идея взята, а я ее немножко трансформирую под себя, и потом уже снимаю. Но в основном из головы, и даже если мне делают какой-то запрос, я все равно, как бы, продумываю, как лучше снять это видео, вот именно с моей точки зрения, в моем стиле. Так что в основном из головы. 14. 15. Знают ли друзья и знакомые о том, что ты видеоблогер? И если да, то как к этому относятся? Ах, ох, ох. Ну, не многие, наверное, знают, но кто меня смотрит с самого начала, знает, что когда я начала выкладывать видео, я была в отношениях. И когда я вообще задумала видеоканал вести, видеоблог, то мой молодой человек был, ну, не то чтобы категорически против, он меня не верил. То есть он постоянно говорил, да кто тебя будет смотреть, да что ты вообще людям можешь показать, да кому это интересно будет, да на тебя никто не подпишется, да вообще кому это нужно. в итоге, в итоге я начала снимать, и в итоге у меня есть подписчики, и что самое интересное, у меня есть друзья, которых я приобрела благодаря ютубу. Замечательные девчонки и мальчишки, привет вам огромный, спасибо вам за взаимоотдачу. И, например, изначально, когда мы с ним были в отношениях, у нас была такая тема в досуговых рассуждениях, что, ну, можно было бы вот снимать какие-то обзоры, там, выкладывать, вот смотрели бы нас люди, но, как бы, эта идея была его, то есть он там увлекался играми, сейчас не знаю, и он думал, что вот, он бы мог снимать обзоры на эти игры, его бы смотрели, он бы что-то советовал, но в итоге так он ничего и не начал снимать, и никакие видео не выкладывает. Я в отличие от него веду канал, так что, для того, чтобы, вот он мне сказал, что, как, он в меня не верил, да, и для того, чтобы, я вообще человек такой по натуре, то есть я всем всегда все доказываю, что они не правы, и чтобы доказать, что он не прав, наверное, я вот добилась вот этого. Вот, момент. Я не понимаю, он снимает или нет, снимает. Просто он выключился на минуту, и сейчас опять включился. Так, и, например, вот в плане мамы, то есть она изначально не была против, не за, ей как-то параллельно, она вообще отдельно от всего этого стоит, она не увлекается этими технологиями всякими, и с интернетом она не особо дружит. Вот, но иногда, когда вот я снимаю что-то на даче, там, или снимаю какие-то обзоры покупок, и она при этом присутствует, она часто задает вопрос, а зачем тебе это нужно? И я тогда говорю, вот ты размножаешь фиалки, там, как-то сортируешь их, зачем ты этим занимаешься? Ну, и всё, как бы, и вопрос остаётся вот таким. А в плане друзей, ну, друзья, которые у меня были до Ютуба, они так и остались, меня их мнение мало волнует, потому что, ну, это такая закрытая тема, как бы друзья были и ушли. И меня мало интересует их мнение по поводу того, веду я блог или не веду, и вообще, как они к этому относятся. Есть у меня друзья с моей прошлой работы, которые, например, тоже свой канал открыли и пытаются что-то делать. Вот. Также, например, сейчас у меня друзья, в основном, те, которых я нашла с помощью Ютуба, и они тоже ведут свои каналы, поэтому сказать, как бы, что они, наверное, против, вряд ли, они, скорее всего, за, поэтому... Ну, единственное, что... Вот мама, она иногда задаётся таким вопросом, но брат у меня, мне кажется, он вообще не знает об этом, хотя я ему говорила и пару раз об этом упоминалась, но мне кажется, он ещё до конца не осознал, что я веду видеоблог. А может, ему просто всё равно, поэтому он никак не проявляет себя в этом плане, в за или против. Так, пятнадцатый вопрос. Для чего стали вести канал? Ну, тут, если честно, вот прям честно-честно, потому что я уже тоже был такой вопрос, у меня в вопросах-ответах, и я отвечала на него, но немножко я схитрила. Вообще, изначально, когда я только-только собиралась с мыслями, думала, готова ли я, вот, на что я буду снимать, а как я буду монтировать, а что... Вот именно тогда я думала заводить канал, поскольку меня интересовала тема расхламления, я хотела открыть канал, чтобы рассказать свою историю. вот, какой я плюшкин, и какой путь я проделываю, и какой цели хочу добиться. И, собственно, показать, добилась ли я этой цели, через что я прошла, какие эмоции, там, что мне, от чего пришлось отказаться, что пришлось потерять, чтобы добиться цели. Но в итоге я так и не решилась снимать о том, что я плюшкин в видео, потому что, как я поняла, что очень много людей есть, которые очень любят других людей осуждать за их недостатки. Вот. Но сейчас, поскольку я несколько иначе отношусь к хейтерам, я подумаю насчет таких видео. Вот. Но вторая мысль, это были влоги, поскольку с них все началось. Я ходила на какие-то выставки, куда-то ездила в парке гулять, и снимала это все, эти процессы. И, в принципе, началось все с влогов, и дальше, как бы, канал задумывался как влоговый. Но, видите, все совсем иначе стало. Но, в принципе, мне интересно развиваться, поэтому на данный момент я веду канал для себя. Мне это нравится. Так что вот так вот. Шестнадцатый вопрос. Кто тебе передал этот тег, и кому его передаешь ты? Так. Изначально я посмотрела видео у Нюси, канал Нюси Ка. У нее вышло видео с этим тегом. Я посмотрела, мне стало интересно. У нее были ссылки на других участников. Я прошла по этим ссылкам, и там уже выяснилось, что, в принципе, принять участие может любой. Я записала вопросы, и решила, что сниму такой тег. Вот. Ссылочки, какие найду, оставлю на девочек, кого я смотрела, и через кого я, собственно, нашла этот тег. И передать хочу тег своей любимой, дорогой подружке по ютубу, Мариночке Жуковой. Надеюсь, что она уже в процессе выздоровления, и обязательно порадует нас ответами на эти шестнадцать вопросов. И также еще хотела бы передать этот тег Лили, с канала Гики Репортс, если правильно произношу. Ну, она может ответить сама или вместе с мужем. Тоже мне бы хотелось послушать. Надеюсь, что она поучаствует в этом теге. Но если нет, то я пойму. Вот. А так, все шестнадцать вопросов. Спасибо за внимание, спасибо за ваши подписки, за ваши лайки. Мне это все очень ценно. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.